МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках совместного проекта администрации Сарова и Департамента оценки и развития персонала ядерного центра прошел традиционный форум «Абитуриент-2020». Будущим выпускникам школ помогли определиться со специальностями и познакомили с особенностями обучения в вузах. Рассказали о правилах отбора на целевые места в институты и университеты для оборонно-промышленного комплекса. Сотни брошюр, буклетов, информационные стенды и, конечно, вопросы школьников. В Сарой прошел традиционный форум для старшеклассников «Абитуриент». В своей кафедре направления представили 4 вуза – НИЯУ-МИФИ, САРФТИ, Нижегородский технический университет имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского. Форум «Абитуриент» – это совместный проект администрации и Департамента оценки и развития персонала ядерного центра. Встречи старшеклассников и представителей вузов проводятся более 10 лет. Школьники познакомятся с правилами приема, выяснят нюансы, которые их интересуют. Они узнают о правилах поступления на целевое направление, узнают о целевой программе Российского ядерного центра, получат ответы на все свои вопросы, сколько баллов надо для поступления, на какую специальность идти, где какой конкурс. Представители НГТУ имени Алексеева приезжают в наш город около 15 лет. Сотрудничество началось еще при старых правилах приема – до введения ЕГЭ. Как отметили преподаватели вуза, такие встречи помогают старшеклассникам в живом общении, убрать многие барьеры и сориентировать будущих студентов. Мы можем конкретизировать, какие направления есть, что нового появилось в университете, чем можно заинтересовать помимо обучения. Ведь, наверное, не только обучение, а интересная вообще жизнь студенческая. Все это мы как раз и пытаемся донести. И вот эта возможность, спасибо, что она предоставлена. Форум «Абитуриент» – это не только место для уточнения проходного балла, и наличия бюджетных мест. Здесь выпускники школ узнают о новых направлениях обучения и их преимуществах. Хотя проект в большей степени нацелен на учеников 11-х классов, на форум пришли и те, кому ЕГЭ сдавать еще не скоро. Я считаю, что уже в 9-м классе нужно определиться со своим направлением, чтобы в 10-м и 11-м классе быть нацелены именно на те предметы, которые мне понадобятся при поступлении в вуз. Я пришел сюда, чтобы определяться, куда поступать. Пришел, чтобы более-менее определиться с тем, куда пойду и что буду сдавать. Я считаю, что заранее желательно выбрать какое-то направление и найти свой путь заранее. С напутственными словами к старшеклассникам обратились представители городской думы и администрации. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Тысячи девочек и мальчиков по всей стране каждый год вступают в ряды движения юнормейцев. Это настоящая школа, где воспитывается характер, смелость, целеустремленность и воля к победе. Представитель движения есть и в Сарове. Каждый год новички, только вступающие в ряды юнормии, проходят церемонию принесения присяги. Чтить память героев! Сражение за свободу и независимость нашей Родины. Быть патриотом и достойным гражданином России. Клянусь! 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 В торжественной атмосфере 12 саровчан официально вступили в ряды юнормии. Ребята поклялись в верности своему отечеству, пообещали стремиться к достижениям в учебе и спорте, стойко преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Основная цель – это военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. То есть самое главное, для чего ребята ходят, занимаются, постигают военные науки, учатся защищать свою Родину. По всей стране тысячи активистов носят почетное звание юнормейца. В Саровском отделении организации более 130 человек. В школах нашего города действуют пять юнормейских отрядов и два военно-патриотических клуба. Во время посвящения ребята получили нашивку, значок и личную книжку, в которую записывают все достижения будущих защитников Родины. Ульяна Зарубицына – заместитель командира отряда «Барс» пятой школы. Присяга стала для девочки важным этапом, которого она ждала уже давно. Школьница рассказывает, что программа занятий и их объединение очень обширная. Мы ходим строевым шагом, разбираем автомат калашников, одеваем противогазы, ОЗК, потом знамя ночью. Я стала командиром отряда, теперь замкомандира отряда. И мы скоро поедем на Зарницу, и я очень рада этому. Любой желающий может вступить в юнормию. Для этого нужно написать заявление, заполнить анкету, пройти медкомиссию и сдать две фотографии 3х4. Уже сейчас юнормейцы активно участвуют в организации празднования 75-летия Победы над фашизмом. У школьников проходят репетиции по строевой подготовке. Своё мастерство ребята продемонстрируют на параде 9 мая. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Ваша реклама быстро, эффективна и недорого. Канал 16 принимает объявления от физических и юридических лиц для бегущей строки. По всем вопросам обращайтесь по телефону 37-317-37-262. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. И заявил на заседании правительства России, что, цитата, «Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Конец цитаты. Вместе с тем, Сарове уже не первый год можно приобрести жилье в новостройках по сниженной процентной ставке. При покупке квартир у застройщика «Саровинвест» по специальной программе с оформлением ипотеки в банке ВТБ. В конце прошлого года минимальная процентная ставка составляла 5,4%. А с 14 февраля снижена до 4,6%. На выгодных условиях можно приобрести любые оставшиеся квартиры в 14 этажках на Музруково 39 и в домах в ЖК «Саровская ривьера». Подробности в офисе продаж. Торговый центр «Атом», пятый этаж. Телефон 6-71-17. В Сарове продолжается ямочный ремонт дорог. О наиболее проблемных участках, которые требуют обновления, граждане могут сообщать по телефону 9-77-54 или отмечать их на портале «Умный Саров». Все пожелания включат в график временного ремонта. С наступлением тепла рабочие проведут полноценный ремонт дорожного покрытия, а все временные заплаты заменят на постоянные. Подробнее о том, как проходит ямочный ремонт городских дорог, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. В департаменте образования публиковали результаты итогового собеседования учеников девятых классов по русскому языку. Оно, напомним, прошло 12 февраля во всех общеобразовательных организациях города. Всего итоговые собеседования прошли 853 выпускника. Из них получили зачет 850. Три человека не смогли набрать минимальное количество баллов. Еще три человека не участвовали в итоговом собеседовании по уважительным причинам. Повторное итоговое собеседование пройдет 11 марта. Саровчане могут попробовать себя в роли волонтеров. Центр «Радость моя» объявил весенний набор и готов принять в свои ряды новых добровольцев. Сейчас в центре действует три группы волонтеров. Первые помогают ухаживать за лежащими больными. Вторые работают с детьми. И третьи помогают собирать и распределять помощь на церковном гуманитарном складе. Никаких требований и предварительных условий нет. Достаточно желания помогать людям. Связаться с руководителями центра «Радость моя» можно через официальную страничку организации ВКонтакте. Или по телефону 8-906-353-46-37 и 77-099. В России отмечают Масленичную неделю. Традиции и обряды этого праздника соединяют в себе языческие ритуалы и христианские каноны. Основное блюдо Масленичной недели – блины. Они символизируют солнце, которое в это время года показывается на небе все чаще. Секретом своих фирменных блинов с нашей съемочной группой поделилась сотрудница Росгвардии. Помнить о традициях своей семьи и родного края, передать их своим детям и внукам. Для Елены Бахтереевой это особая миссия. Почти 20 лет она служит в Саровской дивизии. Но даже суровые армейские будни не заслоняют в ее жизни простых и дорогих сердцу истин. Для нашей семьи Масленицы – это в первую очередь собираемся всей семьей за столом. И, соответственно, печем блины всевозможные. Основной мой рецепт, конечно, это тот бабушкин. Когда в очередной раз Елена начинает замешивать тесто для блинов, она вспоминает свое деревенское детство и бабушкины блины из русской печки. Именно оттуда и пошло выражение печи блины. Потому что их пекли действительно в печке на тагане, на толстых чугунных сковородах, когда блин получался сразу испеченным с двух сторон. То есть мазала всегда топленым сливочным маслом, топленой сметаной. Это вкус детства, который просто не передать словами. В городской квартире печки нет. Но буквально за час Елена умудряется напечь несколько десятков тонких блинчиков. Рецепт она не держит в секрете, а с удовольствием делится со всеми, кто хочет освоить премудрости выпечки блинов. Гости приходят неожиданно, потому что это масленичная неделя. Ее еще называют «широкая масленица». И, соответственно, хочется, чтобы все побыстрее это все сделать. И вот данный рецепт он очень даже вручает. Продукты потребуются самые простые. Четыре яйца взбить, добавить четыре столовых ложки муки с горкой, четыре столовых ложки крахмала, соль, сахар, растительное масло, влить пол-литра теплого молока и перемешать. Через полчаса можно печь аппетитные блины. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Под голубыми небесами в городском музее открылась персональная выставка художника-пейзажиста Владимира Батаева. Его имя хорошо знакомо с саровским ценителем живописи. Мастер уже выставлял свои работы в нашем городе. Его картины есть в художественной коллекции музея. Подробности далее. Широкие мазки, буйство красок, сочетание русского импрессионизма и советского реализма. Все это можно найти на полотнах Владимира Батаева. Художник мастерски пишет русские пейзажи. В его работах отражается величественность и в то же время простота бескрайних просторов нашей страны. Владимира Алексеевича часто называют певцом Муромского края. Ему автор посвятил большую часть своих работ. Там родился, вырос, учился, состоялся и поет улицам Мурома такой вечный гимн. И вот если посмотреть его работы, то это или Муром, или рядом какие-то небольшие деревеньки, которые связаны опять же непосредственно с Муромской землей, ну или древние храмы Костромы. То есть вот такая северо-восточная Русь или такая исконная Русь. И наше начало-начало. Древний город Муром, 1100 лет. И посмотрите, какие древние величественные храмы. В экспозиции городского музея, кроме муромских и костромских пейзажей, саровчане могут увидеть картины с изображениями нашего города, а также села Дивеева. Местные жители без труда узнают на полотнах летние и осенние виды Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. В своих картинах Владимир Батаев мастерски передает краски и полутона неба, снега и листвы. Его картины будто живые, пронизаны светом и наполнены свежим воздухом. Ну, картины разные, вот пейзажи, но совершенно со своими разными настроениями. Есть вроде бы зима, а картина просто улыбка. Настроение радостное, веселое и такое уже внушающее. Вот-вот придет, задышит весна, придет весна. А другая картина вроде бы гроза, но опять же гроза, но с каким-то ощущением переполняющей такое вот скоро какого-то обновления, какой-то радости, какого-то воздуха. В раннем творчестве муромского художника можно встретить натюрморты и портреты. Но знаменитым Владимир Батаев стал благодаря своим пейзажам. Работы художника находятся в музее города Мурома, в престижных частных коллекциях России и многих стран мира. Посмотреть уникальные полотна Владимира Батаева можно в городском музее до середины апреля. Для лиц старше шести лет. В очередном матче чемпионата Нижегородской области среди мужских команд по баскетболу клуб «Атом» встретился со «Спартаком» ЕМГ из Богородска. В «Семером» соровчане одолели соперника с разгромным счетом 115-52. Подробнее о матче в следующем репортаже. Третья игра чемпионата Нижегородской области среди мужских команд для баскетбольного клуба «Атом» началась продуктивно. Уже на первой минуте матча соровчане забросили в кольцо «Спартака» несколько мячей. К концу первого периода подопечные Дмитрия Покровского значительно вырвались вперед. Разница в счете – 24 очка. Игроки «Атома» демонстрировали собранность команды. Быстрые передачи, точные броски и грамотная защита дали свои результаты. Второй период закончился со счетом 52-18. «Здорово сыграли в защите, как договаривались. В принципе, вот это самое главное – получилась игра в защите. Ну, в нападении тоже сыграли неплохо, бежали физически мы сильнее. И во второй половине, ну, просто мы их раздавили. Есть, наверное, пара аспектов. Это вынос из лицевой, пару моментов мы на тренировке поправим». В третьем периоде «Спартак» оживился. Начал активно закидывать мячи и сокращать разрыв по очкам. Но «Саровская» команда быстро ответила взаимными бросками. Встреча закончилась со счетом 115-52. По словам игрока баскетбольного клуба «Атом» Владислава Покровского, его команда была объективно сильнее во всех аспектах игры. И в нападении, и в защите. Богородским спортсменам, как дебютантам высшего дивизиона чемпионата области, было тяжело тягаться с опытными саровчанами. «Мы давно знаем друг друга. Так скажем, костяк команды у нас играет уже не один десяток лет. Поэтому мы чувствуем друг друга. И хорошо комбинация у нас проходит. И во взаимопонимании у нас нет проблем. Самое сложное сегодня было то, что у нас несколько человек не смогли играть. Мы играли всемиром весь матч. Поэтому опасались то, что может не хватить нас физически. Но с первых минут побежали, продышались. И в первую четверть уже сделали задел, которого нам хватило на всю игру». Сейчас саровчане занимают выгодную позицию в турнирной таблице. Предыдущие две домашние встречи для «Атома» прошли успешно. Сначала баскетболисты обыграли спортсменов из Шахунии. После победили своего давнего соперника – команду «Мотор» из Заволжья. В субботу клуб нашего города снова сыграет с ней на выезде. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова